Смерть приходит к людям по-разному. Кого-то она застегает врасплох, а для кого-то процесс умирания растягивается на долгое время. При этом, когда точно и как умрет человек, никому не известно. Лишь только избранным праведникам, да и то по особому промыслу, Господь Бог открывал дату их смерти, о чем свидетельствуют их жития. Как правило, такое знание давалось святым за несколько дней до их земной кончины, что лишний раз подвигало их к серьезной подготовке к отходу из этой жизни в жизнь вечную. Для собственной же пользы большинства остальных людей, Бог скрывает их точную дату смерти, что необходимо по нескольким причинам. Во-первых, знание собственной даты смерти может одних людей довести до состояния печали и уныния, каковые являются тяжелыми грехами. Тем самым, духовное состояние таких людей перед смертью только усугубится. Другое, знание времени собственной смерти может направить на путь невоздержанности, когда, как говорится, человек пускается во все тяжкие. Это бывает вызвано тем, что, чувствуя, что он скоро умрет, человек решается на такие безнравственные поступки, на которые никогда бы не решился в обычной своей жизни. Еще одна важная причина незнания людьми – времени своей смерти. Возможность подготовки к ней, возможность покаяния. И это, вероятно, является самой важной причиной сокрытия Богом от человека, времени его смерти. Дело в том, что, в отличие от других людей, которые подчас стараются не думать о смерти и даже боятся таких дум, для христианина памятование о собственной будущей кончине и достойная подготовка к ней должны быть нормой духовной жизни. Практически вся святоотеческая традиция пронизана мыслью о том, что христианин обязан помнить о своей смерти и думать о ней каждый день. Для чего же это нужно? Не жестоко ли это? Отнюдь совсем нет. По мнению святых отцов, ежедневное памятование о собственной будущей смерти способно предостеречь человека от совершения грехов, тем самым спасая его для вечной жизни. А раз так, то невидение относительно времени собственной кончины только помогает делу этого спасения. Так, например, святитель Кирилл Иерусалимский, говоря о необходимости сохранять себя в духовной и нравственной чистоте, призывал христиан помнить о будущей смерти, воскресении и суде Божьем. «Береги, прошу тебя, тело твое и знай, что ты из мертвых восстанешь и будешь судим с этим телом». Другой выдающийся подвижник, преподобный Исаак Сирин, говорил, «Когда приближаешься к постели своей, скажи ей, в эту ночь, может быть, ты будешь мне гробом постеля, и не знаю, не придет ли на меня в эту ночь вместо сна временного вечный будущий сон». Зная дату собственной смерти, даже самый благочестивый человек будет постоянно испытывать какой-нибудь соблазн, думая, что времени на покаяние ему еще хватит. А в реальности же его будут засасывать страсти и грехи, а покаяться он так и не успеет. Совсем другое дело, когда человек знает о будущей смерти, об ответе за свои дела, которые он даст Богу, а также о необходимости помнить о своей земной кончине, но при этом не знает ее точной даты. В такой ситуации, даже испытывая соблазны, человек будет стараться победить их в себе, справедливо опасаясь не успеть покаяться или исправить свою жизнь. В связи с этим христианскую подготовку к смерти можно условно разделить на две части. Первая, которая уже сказана выше, включает в себя как можно более частое памятование о смерти, естественно, в разумных пределах, и следующее за этим удержание от грехов. Такая подготовка к смерти, как видно из ее сути, растягивается для христианина на всю его земную жизнь. И в этом нет ничего сомнительного, так как по учению церкви наша нынешняя земная жизнь лишь подготовка к жизни будущей, вечной. Воротами же в эту жизнь и является земная кончина. При этом важно отметить, что помимо просто памятования о своей будущей кончине, внутренне христианин должен быть по возможности максимально всегда к ней готов, так как она может наступить в любой момент. Вторая же часть подготовки к смерти наступает для человека, когда он уже чувствует, что его земной путь завершается. Такая ситуация, конечно, бывает не у всех, но кому дан именно такой исход из земной жизни, должен уметь использовать его правильно. Находясь на смертном адре, человеку, в первую очередь, необходимо примириться с самим собой и с Богом, а также с окружающим его миром. Именно поэтому важная часть подготовки к земной кончине – искреннее покаяние по возможности в таинстве покаяния и причастие святых христовых тайн. Если сам человек уже не может дойти до храма, чтобы исповедоваться и причаститься, его родные или знакомые должны пригласить священника на дом. Исповедь и причастие священникам, умирающего на дому, являются доброй традицией в православной церкви. Поэтому в этом нет ничего, что могло бы кого-нибудь смутить. Субтитры создавал DimaTorzok